Котлас продолжает лидировать по количеству заражений коронавирусной инфекцией. В областном Минздраве это связывают с малым числом привитых граждан. Правительство региона считает, что необходимо усилить разъяснительную работу среди населения касаемо безопасности вакцинации. Эта тема поднималась и на заседании Общественного совета города. Я понимаю, что неправильно принуждать, неправильно ломать людей. Но, понимаете, когда у нас самый высокий уровень заболеваемости и самый низкий уровень вакцинации, то не связать эти два показателя очень сложно. Давайте среди своих знакомых, среди своих родных пройдем какую-то работу в ваших коллективах, в ваших общественных организациях. Активистов тема прививочной кампании тоже волнует, особенно некоторые аспекты. Так, например, в Совете ветеранов ратуют за выездную вакцинацию по микрорайонам. Жители ДОКа, Лиминда, Вучеботского, они бы приветствовали выездное мероприятие по вакцинации. Потому что они говорят о том, что опасаются по автобусам даже ехать сюда на вакцинацию в город. То вроде как они окунаются в атмосферу. Потом здесь, может, очереди какие-то еще что-то. Другая беда, о которой говорят общественники, это все-таки недостаточная информированность населения о существующих вакцинах. В то время как противники прививок ведут себя довольно воинственно, не стесняясь в выражениях и агитациях. Официальную разъяснительную информацию нужно еще поискать. Люди с заболеванием различного характера, очень много людей просто боятся вакцины. Они знают, не понимают этого, их стращают, пугают. Соответственно, они считают, у меня ДЦП, у меня диабет, у меня астма. Я боюсь, а тут я завтра, а у меня просто вакцинация. И вот как раз разъяснительная работа с нашими категорией действительно очень важна. Вопросы организации выездных прививочных кабинетов, а также ликбеза на тему вакцинации, в ближайшее время решено обсудить с руководством Котловской больницы. Продолжение следует...